В данном видеоролике проходит конкурс на контейнер, все что вам нужно сделать это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал, а также указать свой никнейм в комментарии под данный видеоролик. Победителя я выберу случайным образом и оглашу в следующем видеоролике. Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня ролик пойдет по нашим овердрайвам, сегодня у меня есть огромное желание показать вам один интереснейший корпус, его овердрайв, его нагиб можно так сказать, имбалансность в игре и как по мне. Это один из лучших овердрайвов, которые у нас имеются прямо таки сейчас в игре. Ну а перед тем, как я уже начну рассказывать все это дело, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вам интересно подобного рода видеоролики. Ну и конечно в комментарии отпишите по этому поводу, чтобы я продолжал, чтобы я записал новый уже какой-то овердрайв, показал. Я уверен более чем, что вам интересно будет увидеть плюсы, минусы и все в этом духе по определенным овердрайвам на наши корпуса. Ну а сегодня у меня есть огромное желание показать вам Харька, именно таки данный корпус, потому что многие списывают его со счетов. Многие говорят, что данный конкурс, корпус, конкурс говорю, корпус не нагибает, то что у него нет какой-то имбалансности, то что он легко сливается, бесполезный. То есть условно говоря, вы якобы видите только там, где противник находится, его хпшечка и все. Это далеко не так и сегодня я вам попытаюсь это доказать на простой каточке. Да, безусловно, есть режимы, в которых не так жестко нагибает данный корпус, но сегодня мы сыграем демочку, сыграем на хоре громе, как по мне гром. Это лучшее, наверное, сочетание к данному Харьку, расскажу позже почему. Ну и возьмем бустера, также расскажу почему именно таки бустера, почему не какой-то любой другой дрон. Ну а сейчас пикаемся в каточку и по ходу всей этой нагибаторской катки постараемся как минимум забрать первое место, как максимум хотелось бы сделать сейчас в этой демке 30 киллов. Все это делается спонтанно, это не какой-то там запись, типа там я 30 каток сыграл и вот одна удачная какая-то получилась у меня с 30 киллами и я записываю. Нет, просто рандомно пикаемся, смотрим куда нас бросает и по ходу уже решаем данные все вопросы напрямую в данном бою. Что же хотелось бы сказать именно таки по дрону, почему я беру бустер, почему именно таки бустер, почему не какой-то там драйвер условный, либо же спасатель, который бы не дал мне умереть на хорьке. Все же это хорек и здесь было бы логичным, если бы я держал больше хпшки, но я вам скажу один факт. Бустер это наверное тот дрон, который дает вам как минимум быстро набирать именно таки проценты для нашего овердрайва, дабы я мог как можно дольше кататься с ним. То есть условно говоря, как только я набираю сотку, я нажимаю данный овердрайв, продолжаю набивать киллы и у меня продолжает он быстро накапливаться. Это один из самых интересных овердрайвов и по сути, если вы правильно и грамотно будете играть с ним, вы можете постоянно быть на данном овердрайве. Вы меня спросите, почему бустер, почему не драйвер условно говоря, почему не он, он же так же само быстро тебе накапливает овердрайв и дает тем самым определенный плюс. Я вам скажу одну простую вещь. Во-первых, это ддшка, которая вместе со спасателем сможет вам первые 5 секунд еще дать повышенного урона. То есть условно говоря, если в вашей ситуации будет много противников в одном месте, вы быстро задамажите там условно говоря двоих, троих и весь этот урон пройдет на данной пушке с максимальным уроном. Там я думаю около где-то 4000 будет урон. А что касаемо вообще в принципе получения процентов, можно так сказать, да, почему бустер? Да, с драйвером чуть-чуть бы побыстрее все это движение происходило, быстрее бы накапливался наш овердрайв, но весь плюс того, что вы при этом еще набиваете киллы. Я же говорю вам 100% что данное вооружение будет играбельно именно таки в дмке. Я не буду сегодня говорить про какие-то другие режимы и поэтому именно таки для дмке данный бустер будет более актуален чем тот же драйвер. Давайте сейчас прожимаем первый наш уже овердрайвик, попытаемся быстро как можно больше киллов здесь с ним заработать. Сейчас бустер не сказать, что я совсем грамотно реализую, но вот сейчас в такой ситуации, когда уже вот тут мамонт на пол хп имелся, быстро забрали пару киллов, еще время имеется. Противник респуется, дэшку прожимает, бессмысленно конечно все это дело делать. Ну и условно говоря даже сейчас уже каких-то 5 киллов я спокойно выдернул. Плюс поднимаю еще дэшечку, еще бы успел бы, нет не успел вот я в итоге с дэшки нанести урон по данному викингу, хотя я бы его унес бы на респ ваншотиком, потому что ни дэшка бы у него не сработала, ни 50 его процентов бы ему не помогли. И за счет этого конечно имеются огромные плюсы у данного овердрайва. И при всем этом раскладе я вам могу уже сейчас показать, вы видите да, что у меня уже 67 процентов нашего овердрайва, уже нового. Я можно сказать 30 секунд играл со старым овердрайвом и при этом уже 50 процентов от нового овера накопил. То есть условно говоря вам еще надо пару киллов сделать и вы опять на новом овердрайве. То есть условно говоря вы за одну 7 минутную каточку сможете играть 4, может даже 5 минут грубо на овердрайве. И это что может быть вообще в принципе лучше в данной ситуации? Да конечно же ничего, вы просто спокойнейшим образом вот в такой даже ситуации прожимаете овердрайв. Да, у меня было мало хп и в какой-то степени я может быть зря сейчас это сделал, потому что не было дэшки. Но даже в таких ситуациях, когда вы по сути сливаетесь за счет того, что у вас мало хп, вы все равно уходите в плюс за счет быстрого уничтожения противника. Да, и при всем этом раскладе, даже без вашего корпуса именно таки овердрайва его, вы можете постоянно бить данные киллы. И даже не в зависимости от того, сколько резистов у вас будет в катке. Вот у вас может быть там 8-10 резистов в этой демке, но вы все равно будете продолжать набивать киллы, вы будете продолжать нагибать. Благодаря не только своему овердрайву, но и правильной реализации вообще, начиная от дрона, заканчивая именно таки пушкой. И почему именно таки гром? Гром это та пушка, которая наносит быстрый урон. При этом в всем раскладе, ну если вы конечно же играете с кувалдой, я именно таки поэтому и беру в расчет данную пушку, наносите очень быстрый урон. И при всем этом раскладе, дополнительно у вас, когда появляется овердрайв, это означает, что вы вносите чересчур много импакта и чересчур много урона в самые, наверное, кратчайшие сроки. И при всем этом раскладе, ваш урон еще проходит сплэшевый. То есть, если в катке будет, условно говоря, в одной зоне там 3, 4, 5 танков, вы всех их унесете на рез. Да, может быть сейчас я когда очень много так разговариваю, сейчас была очень неправильная реализация, если честно, овердрайва от меня, я не так успешно играю, не так хорошо у меня все это дело получается. Возможно, в какой-то степени было бы лучше записать ролик отдельно, именно таки сначала игровое, а сверху уже поговорить на все эти темы. Но я человек простой, я решил показывать сразу все это дело, я не стал выбирать какие-то определенные катки, да, как оно и есть, так оно в принципе и идет. И даже при всем том раскладе, то что я, можно грубо говоря, просрал 2-3 овердрайва, я все равно занимаю первое место в данной катке. Я думаю, что сейчас еще за эти полторы минуты у меня удастся набить хотя бы 20 киллов. Давайте уже переместимся плавно в сам бойок, потому что по сути я все это время только разговаривал, а не играл и набил 18 киллов в принципе достойно. Минута 15 у нас остается до конца, 75% у меня имеется, 25% до овердрайва. К слову, мне 20 процов еще надо, давайте лучше ддшку прожмем, все-таки бустер лучше будет полезен, чтобы я быстро бы забрал бы килл. Сейчас вот этого вот викинга мы должны здесь сплэшем каким-нибудь магическим забирать, у него уже не должно было быть аптечки, да, все, у меня появляется, аптека есть. И теперь надо быстро за данное время, блин, ну плохо, что сейчас мамонт здесь целый появляется, если бы уже у него было маленькое количество хп, еще бы и овердрайв все прожимает, то я бы его очень быстро забрал и тем самым был бы явно в плюсе, но сейчас у меня 0 хп вообще остается, 20 киллов уже набиваем. Блин, можно было сейчас здесь забрать викинга, чуть-чуть я поторопился, уже не сократил правильно дистанцию и выстрелил в дом, тем самым сделал себе очень такую подлинненькую вещь, при том в всем раскладе то, что у меня уже не было аптечки, не совсем получилось реализовать то, что я хотел. 20 киллов, первое место, да, это не 50-очка, но это, как говорится, и не самая удачная карта, можно так сказать, да, можно даже в какой-то степени немножко отмазаться, но Вольфенштейн для грома это довольно-таки сложная, наверное, карта, много всяких неудобных позиций, при том всем раскладе то, что нет определенной зоны респов в одном месте, все респы разбросаны по карте и в данном случае не совсем правильно у меня получилось реализовать данное вооружение. Но при всем этом раскладе занимаем первое место, а значит данный хоречек продолжает добывать, можно так сказать, вам первые места, звезды, киллы, все в этом плане у вас вообще на изи-каточке получается, и как по мне, ребят, кто вот согласен и вообще пробовал хорька, отпишите вообще свою точку зрения на этот счет, интересно было бы вообще послушать, что вы думаете по данному корпусу, какие у вас имеются мысли, когда вы играете на хорьке, потому что, как по мне, это тот самый корпус, который является просто лютейшей имбой именно-таки в ДМке. Да, я не буду сейчас говорить про другие режимы, но что касаемо ДМа, этот хорек может делать такие вещи, вы можете настолько легко забирать киллы, при этом вообще не потея, еще и быстро передвигаясь по карте, и спокойнейшим образом забирая большое количество киллов, зарабатывая в каждом бою, еще и при этом в всем раскладе по 6 звезд. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился, ребят, если он вам понравился, то обязательно поддержите его пальцем вверх, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и также не забывайте писать в комментариях, какой вы бы хотели видеть овердрайв следующий, потому что овердрайвы еще имеются, есть мне всегда что сказать, возможно данный ролик зашел не так жестко аппетитно, не так что-то у меня в бою именно-таки получилось, но я думаю, что если вы попробуете сами сделать все то же самое, что я вам сейчас рассказал, у вас это получится намного-таки лучше, практичней и удобней. С вами был мистер Ванька, спасибо, ребята, всем за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok